доброе утро мои дорогие смотрите какой снег идет ой какой снег а у нас утро в колхозе 1000 половина ребят ушло в школу ой какой снег сказочный новогодний снег ой опять сколько снегу то навалило за ночь вот как и вчера пошел снег вечером и он идет и идет мне пишут в комментариях вам снег не надоел вы знаете мне надоедает зима в крыму мокрая дожди сырость снега нет поэтому темно вот эти вот стоят мокрые черные деревья дождик идет постоянно почти вот это мне надоедает когда вот такая красота не холодно не знаю как может это надо есть утром в евроруссе народу никого какой-то автомат опять поставили с игрушками под английскую будку телефонную так ну ладно я приходила за сигаретами ровно месяц назад закончилась полярная ночь но все у нас уже за месяц полноценный зимний день уже дети идут при свете в школу сейчас будет все прибавляться прибавляться и на майские праздники уже не будет ночи представляете вот с какой скоростью прибавляется день тут осталось то марта и апрель и все и ночи не будет будет солнышко светить по ночам и это не белые ночи как в питере даже сравнить нельзя девчонки мне пишут частенько почему мало себя снимаете вы меня видите по моему вот и ответ на этот вопрос ладно еще летом на юге когда немножко обветришься ну я же не загораю а все равно немножко то чуть-чуть под загоришь так еще как-то ладно а часто вот это вот бледная спирахета я сама-то сама-то милый мое утром к зеркалу подхожу его и кто это чего тут снимать лет двадцать назад тогда еще можно было поснимать так что я стараюсь снимать то что вокруг вчерашнее видео было прям крик души сколько снега навалило спасибо вам мои дорогие кто откликнулись написали комментарии свои понятно что сколько людей столько и мнений все это понятно нас много мы все разные кто что я все это почитала вдумалась во все и обязательно приму к сведению но еще раз говорю огромное вам спасибо за то что вы неравнодушны к моим жизненным ситуациям ну вот позвонила марина моя я проторчала на улице полчаса надышалась воздухом сейчас придет няня Таня уедет на работу и я пойду по своим делам у нас у Татьяны был день рождения вот такой вот букет такой красивый так приятно зимой букеты да из живых цветов красота красота снег хорошо только вот чистить его надо вот а я сейчас пойду в визовую службу но перед этим зайду мне денег дадут здравствуйте а Света у себя что-то никого что-то никого здрасте это ограбление светит денег дай что мои дорогие пришла я в визовую службу и сейчас вот замечательная девушка объяснит вам какие изменения произошли с получением шенгена финского и не только как оказалось нужно сказать что со 2 февраля внесли изменение визовый кодекс теперь из положительного мы можем подавать заявление за полгода до предполагаемой даты поездки раньше было за три месяца также из положительного теперь будут выдавать при хорошей визовой истории визы до пяти лет и это будут делать все страны раньше многие страны выдавали максимум на два года к ним в частности относилась такая страна как Финляндия сейчас Финляндия уже начала выдавать пятилетнюю визу при условии что у вас хорошая визовая история есть несколько не хороших моментов потому что чисто паспорт когда у вас нет визовой истории никакой вы можете получить однократную поездку то визу на одну поездку в течение 15 дней вы можете съездить на один день или на 2 дня но это будет однократная виза причем стоит она как стоит она точно так же как любая виза полноценная то есть от размер срока визы стоимость не изменяется но это дисциплинирует наверное наших всех туристов позволит все-таки выполнять правила поездки а правила у нас два это нужно первый въезд сделать страну которая выдала визу второе правило это отъездить больше дней или совершить больше количества поездок в страну которая все-таки выдала визу вот и при выполнении этих правил вы можете рассчитывать на пятилетнюю визу замечательно спасибо большое такой еще чего-то и вроде хотелось до конца февраля вот как вот мы с вами решили вы можете еще в чистый паспорт получить финскую визу на полгода и норвежскую на год что будет с марта месяца а именно для жителей мурманской области а сказать сложно вот но скорее всего будут выдаваться так же как и всем однократные визы поэтому вот есть еще буквально там несколько дней для того чтобы чистый паспорт получить мульти визу поэтому приходите к нам визу центр на визу а да если у вас есть предыдущие паспорта с открытыми визами то возьмите их с собой у меня они остались в крыму поэтому я их приложить не могу да но здесь нужно четко понимать что предыдущие паспорта в которых есть визы за последние три года ну допустим у вас визы более поздние да да их просто не примут к рассмотрению поэтому паспорт вашим не понадобится в общем то нам сейчас если же у человека конечно меньше трех лет паспорте есть виза который меньше трех лет и там есть по ней поездки то конечно нужно его прикладывать чтобы не получить однократную визу ну так все вот такие вот визовые дела спасибо вам большое очень приятно было будем пытаться получить визу ну все я сдала документы на визу девочки замечательные все очень хорошо все приняли объяснили как положено так что мурманчане вот сюда полярные зори 20 прямо на самом углу вот около сбербанка вот тут остановка полярные зори вот работают с 11 до 7 вечера в субботу воскресенье с двенадцати до семнадцати вас ждут а девчонки сейчас вот опять комментарии читаю ну хоть плач господи какие вы трогательные люди прям а какие душевные спасибо вам мои золотые что вы у меня есть такие спасибо а и 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 Субтитры подогнал «Симон»